Мои дорогие, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал Рустем Бьюти. Это, конечно же, означает, что меня сегодня зовут Рустем, и я сегодня особенно бьюти. И у нас сегодня интересное видео. Впрочем, как и всегда, мы с вами сегодня поговорим про косметику от бренда Manly Pro. У нас здесь три интереснейших продукта. Легендарная сыворотка от бренда Clorans Double Serum в объеме 75 мл. Расскажу, подошла ли она моему типу кожи, и вообще для чего я ее купил, и как я ее теперь использую. Еще у нас на обзоре кремовые румяна от бренда Небледная, и один из оттенков попал мне в самое сердце. Новинка от бренда Luxe Visage, Brow Laminator Extreme Fix, обещают нам 24-часовую фиксацию. И от бренда Alex Savien у нас сегодня вот такая вот холодная палетка теней в оттенке 408 и два гелевых карандаша. Один черный, второй темно-оливковый, такой на грани с зеленым. Перед тем, как мы начнем это видео, убедитесь, что вы уже подписаны на мой YouTube-канал. Если вдруг еще не подписаны... Ой, тише-тише-тише, забежала в жопу мышь. Что вы тут делаете, мои хорошие, ладно? Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мои сторонние социальные сети. Ссылка на мой самый уютный телеграм-канал будет в инфобоксе под этим видео. Меньше слов, больше дела. Переходим к обзору на наши такие вкусности. Полетели сквозь окна. Вперед! Начнем мы, конечно, с подготовки кожи перед нанесением тона. И для этого я сегодня буду использовать знаменитую антивозрастную сыворотку от Блэрэнда Клоранс, которая называется Double Serum. У меня это объем 75 мл. Сейчас со скидкой 75 мл стоит 10 875 рублей. И эта сыворотка, которая, как нам обещает бренд Клоранс, предназначен для борьбы с признаками старения. Это значит, что я сейчас стану моложе, у меня будет более ровный тон кожи. Повышается упругость, разглаживаются морщины, поры уменьшаются. И нам также обещают красивый сияющий финиш после всего этого. Средства предлагают использовать женщинам после 25 лет. Что делать 26-летнему мужчине, непонятно. Давайте разбираться. Я в первую очередь брал эту сыворотку для того, чтобы готовить при помощи нее кожу к макияжу для своих клиентов и моделей. Ну, выглядит красиво. В целом, я пару раз ее попробовал в миниатюре. Мне понравилось, как на нее наносится тон. Действительно, в моменте такой эффект напитанности, увлажненности, и как будто больше ничего не надо. Но я еще и подумал, а вдруг мне она тоже подойдет в рамках такого ежедневного ухода. Ребята, для меня эта сыворотка оказалась тяжелой. У меня кожа комбинированная, больше склонная все-таки к жирности. Кожа реактивная, меня очень часто сыпет на непонятно вообще что. И после применения этой сыворотки, меня как будто бы у меня немножко забились поры. Потом вроде как прошло это ощущение. Но для меня летом этот уход однозначно очень тяжелый. Моей коже это будет, возможно, хорошо зимой, когда дома будет отопление, когда кожа бужит, когда кожа будет такая вся, знаете, обезвенную. Плюс на улице не будет все с меня стекать в трусы. Сыворотка от Clorans выглядит эстетично и очень даже красиво. И мы ее сейчас с вами, конечно, нанесем в качестве подготовки кожи перед нанесением мейка. У сыворотки приятная душка, немножко пахнет ромашкой. По текстуре такое ощущение, что она масляная и достаточно плотная. И кожа вот прям с момента нанесения похавала. Сыворотка питательнейшая. Я прям чувствую до глубины души, что меня хорошенечко увлажнили. На мне эта сыворотка еще долго впитывается. Для того, чтобы нанести после тон, либо базу под макияж, нужно подождать еще желательно 5-10 минут. Но после того, как сыворотка впиталась, тональный крем действительно ложится очень и очень круто. Не конфликтует с тональным кремом. Ничего, даже если были какие-то шелушения, либо там неровности. Тон это все обходит стороной. И для того, чтобы подготовить кожу перед нанесением плотного тона, может быть, это будет водостойкий W. Да и вообще, если вы, ну, наносите такой вечерний макияж, эта сыворотка подходит идеально. Для меня в качестве ежедневного ухода точно нет. Мне нужно что-то полегче и другие активы. Как бы меня сыпет. Я сейчас сижу на цинтели, и вот все вот эти антивозрастные комплексы, подожду я их. Попробовал на девушках 45+, работает шикарно, кожу готовит. Кожа красиво сияет, будто бы минус 2-3 года ушли. Такие признаки, знаете, замятости вот каких-то. Вот как будто вот лицо становится более отдохнувшим. К чему я это? Если вы люксовый визажист и хотите подобрать какую-то серую сыворотку, чтобы наносить после макияж, мне кажется, дабл серум от Clorans для этой стези подходит. Я лично его так и буду использовать. Если у вас сухая, безвоженная кожа, либо нормальная и уже просто возрастная, возможно, также вам эта история подойдет. Тут нет ничего волшебного в составе, как вы понимаете. Мы просто как бы понимаем, что это Clorans и отдаем 11 тысяч рублей по скидке. Пожалел ли я об этой покупке? Нисколько. Потому что я настоящая жертва маркетинга. Можем переходить к тональной основе. Кстати, в качестве базы под макияж я просто нанес матовый фиксатор от Influence Beauty. Люблю иногда так делать. Давайте переходить к тестированию тонального крема. Мне тут недавно написала девушка в чате в Телеграм-канале, который я читаю. Если вы что-то хотите мне рассказать, можете писать туда. Я раз в два дня просматриваю всю ленту. Меня попросили протестировать тональный крем от бренда Manly Pro. У меня было такое предупреждение, что косметику Manly Pro я не тестирую на своем YouTube-канале. Меня укусил кто-то. У меня какая-то муха укусила, и я почему-то на них обиделся. Скорее всего, это была какая-то детская обида. Я об этом подробнее рассказывал в откровенном макияже у Натальи Шик. И вот как-то что-то... Скажу вам честно, и сейчас представители бренда мне не очень нравятся. И после тех историй, что мне про них рассказали, срать бы вместе я не сел. А узнал я очень интересную историю. Но о ней как бы мне не давали права рассказывать, поэтому я помолчу. За умного, может быть, сойду. Но я думаю, в целом косметику протестировать можно. Почему бы и нет? Поэтому сегодня мы будем тестировать тональный крем Wonder Skin. Это тон, который называется «Чудесная кожа». Здесь его 35 мл. Thank you so much. Стоит он, а я его брал на Wildberries, он сейчас стоит 1620 рублей. Сделано в Китае, ну окей. Нам обещают, давайте почитаем, что нам обещают. Тонкая текстура и легкое покрытие, эффект ухоженной кожи. Я такое люблю. Комфорт нанесения и растушевки благодаря пластичности текстуры. Окей. Красивое сияние, стирающее с кожи следы усталости. Отлично. Влагостойкий финиш. Влагостойкий финиш и сияющий финиш. Это интересно. Давайте проверять. Ощущение увлажненной напитанной кожи без эффекта заметного макияжа. И способ нанесения кистью, спонжем, пальцами на чистую кожу. В целом у меня претензий нет. Упаковка выглядит на 1600 рублей. Ну, пойдет. У меня это оттенок WS30, ой, извиняюсь, WS5 с оливковым подтоном. Мы его открываем. Здесь у нас вот такой дозатор. Раз, два. У тонального крема яркая отдушка, но не отталкивающая. Я буду наносить тональный крем при помощи кисти от Chic 03. Я начинаю наносить тональный крем. Сперва я нанесу кистью. Ну, тональный крем наносится и распределяется без каких-либо проблем. Единственное, хочу отметить, что он немножко липковат. За счет этого его необходимо чуть более интенсивнее разносить на коже. Тон имеет среднюю кроющую способность. Мы сразу видим, что финиш здесь действительно сияющий. Оттенок мне в целом подходит, но я еще заметил, что тон как будто бы все-таки немного окисляется. Не сильно на полтона, но все-таки есть. Либо, можем сказать, догоняет меня по цвету кожи. Кожа с ним выглядит красиво. Я уже его использую не первый раз. И я не буду целенаправленно ни в коем случае топить продукты, которые действительно, так скажем, неплохи. Мне понравился этот тон. Он действительно практически не ощущается на коже. И выглядит очень естественно, будто бы немножко фотошоп. Это однозначно тональный крем для сухой кожи, для обезвоженной, для комби, для жирного типа кожи. Ну, тогда нам нужна будет пудра. Дорабатывать покрытие буду при помощи спонжа. Как выглядит тональный крем на коже, мне нравится. И в целом мне нравится и то, как он выглядит в плане упаковки, и то, сколько он стоит. Я бы не сказал, что у него есть какая-то отличительная, феноменальная стойкость. На мне он носится так же, как Estee Lauder Futurist. Может быть, даже чуть поменьше. Мне он еще понравился за счет того, что он действительно очень легкий. Но при этом он круто блюрит расширенные поры. Вот за это прям от меня респект. Мне бы хотелось чуть больше кроющей способности, но такой тон имеет место быть. Далее, консилер от бренда Manly Pro, который называется Les... Как ты называешься? Aesthet. Aesthet. Ага, окей. У меня оттенок AC2. Я взял для того, чтобы... Это такой персиковый консилер для того, чтобы перекрыть синеву в зоне вокруг глаз. Обещают, что это деликатный кремовый консилер для лица и области вокруг глаз. Стойкий матовый консилер с легкой степенью покрытия. Светлый корректор представлен в четырех оттенках, разные потоны, нейтрализации темных кругов под глазами, акне и других несовершенств. Так, высокое содержание пигментов, можно использовать для идеального контура лица. Окей, стоит 1100 рублей. То, как выглядит в целом, неплохо. Выглядит он вот так. Вот фиолетовый цвет. Ой, после Beauty Drugs меня это напрягает. О май гад, ребят, может нам снять... Идея пришла, может быть нам снять обзор на Beauty Drugs. В принципе, мне уже на них глубоко фиолетово. Правда, мне не хочется покупать это за свои деньги. Передаю сумасшедшей компании привет. Так, оттенок AC2. У консилера есть отдушка, но она... Это, кстати, не очень приятная отдушка. Оттенок здесь такой, персиково-лососевый. Сейчас посмотрим, как перекроет синеву под глазами. Начинаю наносить кистью синтетической. Кстати, действительно, в нем немало пигмента. Так, давайте я сразу его тушану при помощи спонжа. Хорошо съел синеву. Съел синеву действительно хорошо. Я, правда, не понимаю, почему заявляется, что он матовый. Пока мне кажется, что он сияющий, ну, либо он зафиксируется как-то. Под глазами лег очень достойно. Не подчеркнул сеточку морщин. По-моему, великолепно. Но он легкий, он легкий. Он не для плотного макияжа, точно. На каждый день, мне кажется, кроющей способности достаточно. Если поднаслоить, то можно. На мой взгляд, не дурно. Недурный консилер, совершенно. Я так смотрю, и по стакне он перекрывает. Но нет, все-таки с какими-то сложными моментами он не справляется. Ну, как бы заявлено, что он легкий. Под глазками пока лежит хорошо. Какие-либо нюансы перекрывает, но не с первого слоя. Консилер для меня неплох. Неплох. Я не скажу, что он гениален. Он неплохой. Я добавил еще консилер поплотнее от Алекс Савьен на Т-зону и посветлее, чтобы немножко добавить. Ну, короче, мне захотелось еще добавить покрытие. Далее мы будем тестировать кремовый скульптор Иллюзионист в оттенке TS2. Жидкий скульптор. Стоит он 1400 рублей. Немало. Его здесь, кстати, 18 миллилитров. Это у нас кремово-гелевый скульптор, который как бы легко наносится, стойко фиксируется. Многофункциональная формула. Можно выстраивать форму глаз. Попробуем. Оттенок называется «Горький шоколад». Выглядит вполне себе достойно. Здесь у нас вот такой вот носик. И вот такой вот у нас оттеночек. Достаточно насыщенный. Прям можно, так сказать, прям хорошенечко. Я набираю на кисть от «Шик Фондейшн». И начинаю этот гелевый скульптор набивать. Он, кстати, если сравнивать его с другими гелевыми скульпторами, например, от «Промейкап Лаборатори», он более пигментированный и насыщенный. Растушевывается без каких-либо проблем. Очень легко, пластично, податливо. Затемняю немножко в височную зону. Немножко остатками пройдусь по линии овала лица. Давайте нанесем и с этой стороны. Я его именно набиваю. Хорошая насыщенность оттенка. Нет, тушуется он без проблем. Оттенок мне бы хотелось чуть потеплее. Ну, там еще есть два оттенка. Думаю, можно что-то еще поискать. Затемняю также немножко вот эту зону. Хороший, хороший. Попробую его сейчас в складке века. Выстрою себе форму. Слушайте, тоже хорошо с этим справляется. Тушуется вообще очень легко. Хочу другие оттенки этого скульптора. Вы могли бы подумать, что Manly Pro предложил мне круглую сумму и решил со мной подружиться. Но нет. Когда они мне писали с предложением прислать пиар-рассылку с помадами, я их заигнорил. Ну и правильно сделал. Кремовый скульптор мне очень и очень понравился. Остатки на кисти немножко скорректирую себе. А далее кремовые румяна, которые просто покорили меня в самое сердце. Это бренд не бледная. И это румяна в оттенке Desert Rose. Боже, какие они красивые. Это оттенок немножко уставшей такой холодной розы. И я сначала думал, что это мне совершенно не подойдет. И вообще мне такое не нужно. Вы только посмотрите, как это красиво смотрится на мне. Я в этот оттенок влюбился. Советую влюбиться и вам. Потому что, казалось бы, этот оттенок освежать не должен. Но он ой как освежает. Румяна уни бледные по текстуре мне нравятся. У меня к ним нет никаких претензий. И я даже до букета цветов на день рождения уже рассказывал в своем телеграм-канале, что мне эти румяна очень и очень понравились. Поэтому вам не получится сказать, что мне прислали цветы и мне вдруг понравились румяна. Но румяна очень кайфовые. Прям вау оттенок. И даже на моей коже этот оттенок румян смотрится великолепно. Я советую вам агрессивно отправиться на поиски румян от небледные в оттенке Desert Rose. Они подойдут, мне кажется, действительно всем. Я их уже пробовал и на смугленьких очень, и на светленьких очень. Они всем подходят просто невероятно красиво. Лучшие для меня сейчас кремовые румяна. Активно ими пользуюсь. Очень советую. Давайте же перейдем к макияжу глаз. Для этого мы будем использовать палетку от бренда Alex Avien, которую мы с вами не успели протестировать. 408-я инфотч был лук. Мне интересно, что у нас с ней получится. Кстати, буду тестировать ее впервые. У меня на глазах скульптор и консилер от Nars. Я хочу взять сейчас светлый, сияющий, розоватый оттенок. И я его хочу нанести вот сюда, вот в подбровное пространство. Он с таким легким шиммером. В целом работает как хайлайтер, ребят. Ну, пока что лег мягенько. Может быть, мы его еще куда-нибудь сегодня засунем. Далее я хочу набрать вот этот вот серый оттенок. Ох, серые оттенки обычно всегда сложно даются брендам. И я его хочу занести в складку века с акцентом больше на внешний уголочек. Не лучший из тех, что у меня были. Конечно, теплая оттенка работала легче. Здесь я вижу, что немножко палет петнит. Ну, оттенок чуть-чуть. Он не пятнит, но он немножко сложен в тушевке. Но, в целом... Да ладно, что я ворчу. Неплохие серые тени. Я хочу этот серый набить хорошенечко во внешний уголочек тоже. Красивый, кстати, оттенок. Напоминаю, что я работаю просто на консилере. Хочу я этот серый немножко нанести вот сюда. Вот все-таки еще. Не идеально, но для серого оттенка неплохо. Я тут серый у кончика брови чуть все-таки перетянул. Вот эту вот единственные сияющие оттенок сейчас даем на середину подвижного. Он полупрозрачный. Сияшка слабая. Голографит в розовый, да. Но под нее нужна база. Однозначно. Наслоить можно, конечно. Мне хочется сюда зеленую стрелку. Кстати, да, зеленая стрелка очень бы круто смотрелась. Но у меня здесь не зеленый. А матовый такой. Между мною и тобою. Так, я сперва возьму карандаш от Alex Avien черный, гелевый. Серый оттенок все-таки, конечно, не вау. Ладно, сверху сделаем черную стрелку. Карандаш очень мягкий, им будет сложно тянуть стрелу. Обвожу ресничный контур, заполняю межресничку. И сейчас вытянуем стрелочку. Короче, мои хорошие, черный карандаш меня немножко подвел. Как-то он плохо, ну, сложно им рисовать стрелочку. Я сейчас хочу нанести в нижнюю слизистую этот же черный карандаш. А в межресничку оттушевать уже зеленку. В слизистую, кстати, карандаш наносится сносно. Почему они не пишут оттенки карандашей? Карандашей. Алекс Авьен, what? 01F3, что ли? Вот такой вот красивый темно-зеленый сияющий карандаш. Я его наношу на нижнее веко. Достаточно широко. Кстати, неплохо тушуется и входит в кожу. Но вот черным рисовать стрелки мне не понравилось. А на нижнем веке выглядит очень даже красиво и вроде как стойка. Скульптором просто введу его в кожу. И оставлю как есть. Я еще, кстати, стрелку немножко подтушевал самым темным матовым оттенком из палетки. Он, кстати, не плешивит и не сыпется. Этим мне он понравился. Ну, не сильно мне нравится макияж глаз. Вроде так ничего, а вроде что-то как будто бы могло быть и лучше. Далее, последнее, кстати, что мы будем тестировать, это гель бровей от Люкс Визаж, который называется Роу Ламинейтер Экстрим Фикс. Я его буду тестировать уже не в первый раз. Здесь у нас вот такая вот достаточно удобная щеточка. Давайте посмотрим на него в действии. Щеточка, правда, кстати, очень даже удобная. Я его тестирую уже не первый день и могу сказать, что очень даже неплохой гель для бровей. Мне он понравился, брови держит мои хорошо. Я бы не сказал, что это экстремальная сильная фиксация, но мои непослушные брови укладывает, выкладывает и с ними на протяжении нескольких часов все хорошо. Ну, даже не нескольких часов, а до мытья. Им, кстати, брови реально можно прям подклеить к коже. Это прикольно. Бровь так, конечно, выглядит намного симпатичнее. Все, он уже схватился. Пока не забыли сводчей палетки, хочу сказать, что меня приятно удивил самый темный оттенок тем, что он в целом пигментирован и не пятнит, так как пятнит темный оттенок в предыдущей палетке. Спаркл, на мой взгляд, ну, все-таки он как будто бы немножко слишком простой. Светло-серый оттенок, он средний, хотя бы хорошо можно растушевать, как бы окей, ладненько. А вот этот вот светлый шиммер, мне он, кстати, понравился. У меня к нему вопросов в целом нет. В целом могу сказать, что макияж, в принципе, получился неплохой. Давайте еще раз пробежимся по тому, что же мы сегодня тестировали. Что-то у меня тут чешется. Сыворотка от Clorans. Мне нравится, как готовят кожу перед нанесением тона. Отдавать за это 12 тысяч рублей, ладно, 11 тысяч рублей. Как бы момент такой, что решать вам, мне в кейс она была нужна. Почему-то, почему-то мое сердце ее хотело. Что касается бренда Manly Pro, Manly Pro, мне понравились продукты, которые я сегодня тестировал. Тон неплохо подойдет для сухой кожи, для нормальной кожи, для тех, кто хочет легкое покрытие. Немного сияющий финиш, мне кажется, тон очень даже хорош. Как бы попробуйте, не думаю, что вы пожалеете. Консилер для зоны вокруг глаз, ну, его можно не только на зону вокруг глаз. Он легкий, ничего не подчеркивает, на мой взгляд, консилер тоже попадание. И скульптор тоже попадание, как бы, в сердце. Мне понравились продукты бренда Manly Pro. Румяна от Небледная, просто разрыв аорты. Мне они очень нравятся, этот оттенок 10 из 10. Палетка, полетка, серьезно, палетка от Alex Avien. Я ей ставлю 4 из 5. Твердая хорошистка. Может быть, не твердая, может быть, слабая хорошистка. Вот. Гель для бровей от Luxe Visage. Мне в целом, о, кстати, хорошо держит брови. Неплохой гель, неплохой. И карандаши от бренда Alex Avien, кстати, стойкие. Вот это хочу отметить, что они стойкие, но стрелку им рисовать не очень удобно. И в слизистой, кстати, хорошо живут. Вот, что я вам хочу сказать. Мне, кстати, понравилось, как у нас сегодня все прошло. Пишите в комментарии, понравилось ли вам. Не забудьте, что если вы еще вдруг не подписаны на мой канал, то сейчас самое время это исправить. Подписывайтесь на сторонние социальные сети. Ссылка на мой мега уютный телеграм-канал в инфобоксе под этим видео. А на этом у меня все. Я вас всех люблю, целую. И увидимся мы с вами совсем скоро на этом YouTube-канале. Ну, уже в следующем видео. Пока-пока.